Объединение Российской Академии Наук с Академиями Медицинских Наук и Сельскохозяйственных Наук нецелесообразно. Совет по науке при Министерстве Образования и Науки России предложил поправки в законопроект о реформе РАН. Их можно будет внести, только вернув документ во второе чтение. По словам председателя Совета по науке Алексея Хохнова, в новом законе не прописаны полномочия и функции Агентства научных институтов РАН. С одной стороны, имуществом будет управлять агентство, но при этом руководить институтом будет Российская Академия Наук. В таком случае должен быть четко определен механизм принятия решений. Агентство является собственником, поэтому, ну, согласно общей концепции закона, так сказать, ну, скажем, назначение директоров осуществляется приказом по агентству. Но какие предварительные процедуры должны быть перед этим, это нужно как-то прописать или, по крайней мере, основы этого как-то прописать. Также, по мнению членов Совета, необходимо принять подзаконные акты, которые приостановили бы неразбериху в период реорганизации РАН. Иначе это приостановит работу действующих научных групп. Дома в Новосибирске перестали строиться для молодых ученых. Ну, просто потому что подрядчики не уверены в том, что Российская Академия Наук сможет выполнить свои финансовые обязательства. Но это только первая ласточка. Ну, какая же коммерческая компания будет что-то поставлять академическому институту, когда они не знают, что через месяц этот институт будет существовать или нет, и кто у него будет руководителем, и, так сказать, что там вообще произойдет, будет ли там директор еще через месяц, когда придет момент оплаты. Региональные отделения РАН, по мнению ученых, должны сохранить статус юридических лиц, в том числе право самостоятельно избирать своих глав. Что касается объединения РАН с РАН и РАСХН, то члены Совета по науке уверены, это приведет к дисбалансу и понизит эффективность работы каждой академии. Редактор субтитров А.Семкин